президент рф владимир путин провел прямую линию в течение четырех часов он отвечал на вопросы россиян вопросы эти были заранее отрепетированы ведущие даже не пытались скрыть рояля в кустах что вопросы отбирались и модерировались говорилось практически прямо что не странно ведь это ежегодное шоу проводится с целью имитировать именно непосредственное общение с народом обратную связь с массами но если все схвачено заранее и в зале и на телефонной линии присутствуют лишь одобренные самим аппаратом путина персонажи какая же тогда это обратная связь в чем тогда заключается прямота этой линии это разговор путина самим собой не более того линия проводится в пятнадцатый раз и уже как минимум в прошлом году путин производил впечатление актера который гонит халтуру в этот раз он также выглядел как человек которому давно надоело то бессмысленное действие которым он вынужден заниматься по совету своих пиарщиков его речь была лишена энергии он сыпал множеством мусорных слов вроде значит значит часто путался в деталях которые по идее должен был выучить заранее часто хотелось спросить путина да что же ты такое несешь некоторые его ответы вообще были похожи на троллинг например на вопрос провинциального учителя о школьных учебниках президент рф сначала раскритиковал качество учебника по географии а затем выдал такое автора учебника одного только убрали видимо показали что это новый учебник и все переиздали поэтому за этим нужно внимательно смотреть слова убрали человека да еще произнесенное офицером кгб в россии могут вызывать только одну ассоциацию убрать означает ликвидировать убить получается что путин выказывает недовольство что убрали только одного из вызвавших его неудовольство авторов звучит как один из анекдотов про сталина и берию и вряд ли президент совсем уж не понимал что говорил он любит такие анекдотики как явно любит и сталина тем более что про смертную казнь путин высказался очень определенно и прозвучало это высказывание зловеще это был ответ на вопрос по поводу плохой работы российских чиновников сто лет назад у столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было почему на что ответил путин про столыпина конечно вы к месту вспомнили только надо иметь в виду что там были еще и столыпинские вагоны куда насильственно помещали людей и были так называемые столыпинские галстуки это ничто другое как виселица но правда надо не забывать все то положительное что было сделано столыпиным для нашей страны именно поэтому памятник ему стоит в москве у дома правительства но у нас смертная казнь не применяется как вы знаете хотя иногда вы понимаете что я имею виду после подобные реакции президента российским гражданам пожалуй стоит еще сильнее задуматься на своим будущем в обсуждении линии на первом канале какой-то думский функционер гордо похвастался что подобной линии и проводилась нигде в мире функционер прав а налогов этой прямой линии нет нигде в мире и пожалуй не было цивилизованном демократическом мире подобного сольного шоу лидера страны не может быть по определению трампа или нетаньяху отвечающих на вопросы про школьные учебники и качество гинекологических поликлиник невозможно представить даже в виде эстрадной пародии просто потому что граждане демократической страны даже представить не могут ничего даже похожего это нелепость выходящая за рамки здравого смысла никто просто не поймет над чем смеяться впрочем не характерны такие шоу и для диктаторских режимов диктаторы прошлого и настоящего любят выступать перед своими рабами они справедливо полагают что подданные должны их не только бояться но и любить и стараются эту любовь пробудить и сталин и гитлер и муссолини и диктаторы нашего времени типа чавеса или кастро часто выступали с длинными пламенными речами это был и есть подобных режимах один из обязательных ритуалов власти путину же его народ настолько безразличен что он даже не утруждает себя показательными выступлениями перед ними никаких речей митингов и прочего это унылое зачитывание вопросов единственное его публичное кавычках общения с массами путин и его окружение похоже полностью уверены что подвластный им народ никуда от них не денется и поэтому нет необходимости стараться понравится ему завоевать симпатию пробудить энтузиазм излишне говорить что такое настроение очень опасно для диктаторских режимов это было фатальной ошибкой большинства тиранов прошлого от излишней самоуверенности они просто оказывались не в состоянии увидеть нависшую над ними угрозу будь то недовольство народа или внешние враги история буквально наполнена подобными примерами именно так ровно сто лет назад закончился и режим последнего русского царя в столетнюю годовщину тех событий новый русский недоцарь похоже готов повторить ошибку своего предшественника линия показала что путин по-прежнему пребывает своей альтернативной реальности что огромная страна по-прежнему находится в режиме ручного управления оказывается президент лично проверяет учебник по географии занимается решением жилищных проблем на окраинах и даже вникает в проблемы гинекологии при этом реальные проблемы страны не замечает вопросом которые на самом деле волнует граждан россии место на прямой линии не нашлось путин полностью проигнорировал заметный всем рост протестных настроений и особенно рост вовлеченности протест молодежи он не ответил прямо даже на волнующих всех исключения вопрос собирается ли он баллотироваться на второй срок ограничился лишь невнятными намеками что да вроде как собирается не обошлось конечно и без темы украины прозвучали ставший привычными сказки про русский мир озвученные на этот раз каким-то якобы жителям киева путин прокомментировал безвизовую речь президента украины который он процитировал стихотворение михаила лермонтова про немытую россию и если президент сегодняшней украины говорит о том что он куда-то идет то лермонтов говорил про всю россию включая эти области которые сейчас называются украиной так что здесь особенно нос нечего задирать с видом оскорбленной гордости заявил путин ходе прямой линии он вообще практически открытым текстом угрожал лично порошенко намекнул что у президента украины есть интересы в россии имеются офшорные счета и он путин может придать этой информации гласности и добавил что порошенко должен опасаться своих силовиков как бы чего не вышло это впрочем тоже не нова думаю в украине давно уже привыкли к угрозам российского диктатора суть путинского режима и его намерений в отношении соседей понятно ну что ж есть стимул для срочных реформ реформа же россии явно не грозят в случае до тех пор пока во главе и он находится не до царь путин но как я уже говорил выше чем дальше диктатор открывается от реальности тем ближе крах его режима в конце шоу ведущая спросила у путина будет ли еще одна прямая линия или это была последней на что он ответил если и будет какая-то линия то она будет только прямая как сегодня на самом деле если путин будет продолжать в том же духе а есть все основания думать что будет очень может быть что до сегодняшняя линия была последней авраам шмулевич